Когда-то этот дом на Космонавтов 61Е находился в имуществе Барнаульского ипподрома. Здесь временно проживали его работники. В начале 2000-х собственники квартиры приватизировали и жили себе спокойно. Обустроили дворы, огороды и даже обзавелись банями. А недавно руководство ипподрома, которое в 100 метрах от здания, заявило, часть этой земли их собственность и от грядок придется избавиться. Все чисто было, аккуратно. У всех. У всех. А теперь смотрите, здесь хорошо, красиво, а там что? Там мусор. Теперь это поле поросло травой. Жителей дома атакуют комары. Но это еще полбеды, заверяют люди. Дорога, которая вела к поликлинике, школам и детским садам, тоже оказалась на территории ипподрома. Для общественного пользования ее закрыли. Там был проход хороший, очень. И на машинах даже ездили. Понять жителей можно, но работники ипподрома поступили вполне законно. Кроме того, проход здесь небезопасен, уверена администрация. Ежедневно сюда приезжают любители конного спорта. А часто во время скачек лошади вырываются и животное весом в половину тонны не остановить. К тому же работу подобных организаций, тесно связанных с животными, регламентируют надзорные органы. Поэтому случись что, ипподрому грозит штраф, а то и вовсе приостановление деятельности. Если мы не обеспечим пропускной режим, согласно паспорту безопасности, утвержденному Федеральной службе безопасности, значит мы подвернем жизни людей, приходящих на ипподром, зрителей опасности. Это единственная центральная площадка в Алтайском крае, где люди, занимающиеся спортивным коневодством, могут испытать своих лошадей. Она лицензирована, она единственная. То есть мы ставим под удар всю отрасль коневодства спортивного. Вместо прежней дороги жителям полгода назад представители ипподрома организовали другой проход. Рядом, но с важной оговоркой. Он временный. От указанного адреса до ближайшей остановки всего несколько минут. Этот же путь кратчайший до поликлиники, детского сада и школы. Поэтому если эту дорогу у жителей заберут, то добираться им придется в окружную. А это немалым три километра. Наглядно. Вот он дом. Здесь территория подрома. Сейчас упомянутая дорога пролегает через его участок. Но когда и эту тропу преградят, маршрут в ту же школу будет выглядеть так. Но в проблеме во многом виноваты жители. Квартиры они приватизировали, а вот прав на земельный участок за 20 лет так и не получили. Поэтому никаких претензий к администрации города, и уж тем более к ипподрому, с юридической точки зрения у них быть не должно. Соответственно, после оформления земельного участка они вправе будут, ну скажем так, потребовать официально к себе подъезд. Это либо там предоставление отдельной дороги, если такая есть возможность, либо в судебном порядке получить сервитут к данному земельному участку. Казалось бы, решить эту проблему можно и по-человечески. А воюющим соседям договориться и сохранить, если не грядки, то столь необходимую людям дорогу. Но буква закона этого не позволяет. Выход один. Вместо того, чтобы кричать и ждать помощи от районной администрации, жителям дома на космонавтов 61Е стоит получить право пользования на землю, и только тогда требовать новую дорогу. Хотя и в обход. Анна Рашагерова, Александр Антропов. День с толком.